В литературном музее имени Константина Иванова состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный 80-летию со дня рождения Юрия Верьяла. Писатели, композиторы и школьники почтили память известного чувашского поэта-песенника. Юрий Верьял родился в 1936 году в Красноармейском районе. Окончил педагогический институт имени Яковлева и литературный институт имени Горького. Первое стихотворение «Герой Мересьев» было опубликовано в журнале «Елав» в 1949 году. Тематика творчества поэта самая разнообразная. Многие произведения он посвятил Великой Отечественной войне. Стихи регулярно печатались на страницах республиканских газет и журналов, издавались отдельными сборниками. В Москве и Санкт-Петербурге выпущены более 20 грамм пластинок с песнями чувашских композиторов на слова Верьяла. Несмотря на занятость, он много времени посвящал своим детям. Наш отец воспитывал нас добрыми, отзывчивыми, привел нам творчество, читал стихи нам, свои постоянно пели песни, играли в различные обучающие игры. И это творчество, наверное, передалось все равно и мне, и брату, я так считаю. Дочь поэта рассказала и о гостеприимности отца. Часто в дом приходили известные люди-чуваши, писатели, поэты, артисты. Еще он любил заниматься спортом. Каждые выходные несколько часов катался на лыжах вместе с семьей. Вдохновлялся природой. Но когда к поэту приходила муза, он отрешался от повседневной суеты. Сочинял стихи, свободное время, по ночам, я помню. Мог вообще сеть за стол, не выходить за стол, а там несколько дней. То есть не было там и утра, и дня, и ночи. Вот процесс когда шел, я вот так, я сейчас понимаю. Поэт ушел из жизни в 1993 году, оставив бесценное наследие жителям нашей страны. Татьяна Филатова, Алена Алтухова, Расиль Мухаммедов, Республика.